Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем, как принимать протеин. Первое назначение протеина – это чтобы набрать мышечную массу. Второе назначение протеина – это чтобы удержать мышечную массу при похудении. Мнений о том, как принимать и сколько принимать протеина, очень много. Но мы сейчас разберем одно мнение, возможно, оно вам понравится, и вы будете поступать так, как я скажу сейчас. Погнали! Физиологи выяснили, что чтобы мышцы росли, нужно принимать где-то 2-2,5 грамма протеина на килограмм веса. Пища, которую мы покупаем в магазинах, в основном богата углеводами и жирами, но часто очень людям не хватает именно белка, они не могут получить этот белок из пищи. Если обычный человек весит 70 килограмм, и он не особо сильно занимается спортом, он в день будет употреблять где-то 70 грамм белка, да? То есть, ну, без запарок всяких там не будет есть мясо, просто тоннами. Просто будет получать где-то 70 грамм белка, ну, с обычной пищей, как питаются все люди. И это всего лишь где-то получается 40-50 процентов белка от всего того, что вам нужно скушать для того, чтобы начался рост мышц. Другими словами, количество протеина, которого вы должны потребить за сутки, зависит не только от вашего веса, но также от того количества пищи, которое вы потребляете. Потому что в той пище, которую обычно вы потребляете, тоже есть белок. Количество протеина, которое вы должны употреблять в сутки, очень сложно посчитать, потому что для этого вам придется сделать, ну, рацион питания, да, расписать весь, что вы кушаете в промежутках между едой, вы должны поставить употребление белка, ну, то есть, протеинов, да? И тогда будет наглядная картинка, и вы узнаете точно, сколько употребляете белка, сколько углеводов и так далее. А просто наобум так невозможно сказать, сколько там 40 грамм, например, протеина кушай утром и 60 грамм вечером. Так нельзя. Вы должны все расписать и посмотреть, сколько у вас чего получается. Бодибилдинг – это вообще такая точная наука, и в ней желательно все по полочкам раскладывать. Когда вы видите рацион питания свой, вы кушаете то, что у вас написано. Когда вы занимаетесь по программе тренировок, у вас и больше мотивации, вы знаете, что делать, и не просто шляетесь в зале туда-обратно. И это очень помогает, ребят. В интернете есть также калькулятор, который помогает высчитать количество, которое нужно употреблять протеинов в сутки, да? То есть именно протеины, которые вы купили. Вот. Там нужно указать ваш вес, сколько белка находится в протеине, который вы купили, и сколько занимаетесь вы вообще в неделю, там, раз. Протеин нужно размешивать с водой, соком, либо с молоком. Никогда не размешивайте протеин в горячей воде, потому что белок теряет свои свойства. Вашу дневную дозу лучше разделить на два приема в сутки, потому что организм не может усвоить такое количество белка за один раз. Протеин лучше пить, конечно, между завтраком и обедом, и сразу же после тренировки. То есть два раза в день. Вы можете поделить протеин хоть на 10 приемов в день, но это лишние заморочки, конечно, и можете, естественно, выпить за раз, но огромная вероятность, что организм просто не усвоит, ну, белок. Советую пить протеин ровно такое количество, которое вам нужно, потому что если вы будете пить больше, то организм не будет просто усваивать остальной, который не нужный белок ему для потребления. Если будете пить меньше, то его просто будет не хватать, и вы зря будете проводить свое время. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok